Самое главное, что нужно понять, что будущего нет. Это звучит сейчас абсурдно. Но как только вы исходите из этой конструкции, то дальше вы обращаетесь к тому, что у вас есть сейчас. Значит, к чему готовить ребенка? Если нет будущего и есть сейчас, вы его просто любите. И это будет лучшая подготовка к будущему. Если вы сейчас живете, если вы сейчас мыслите, вы неизбежно будете создавать что-то, что даст вам инструмент для того, чтобы дальше справляться с тем, что бы не будет происходить. То же самое ужасное, это то, что люди сейчас себя идентифицируют. Они говорят, я тот-то, я тот-то, я тот-то. Пока через шаг это все будет не нужно. Вот эта катастрофа. Поэтому мы сейчас в каком-то смысле готовимся к этому Армагеддону. И если мы себя определяем через роли, через некие функционалы собственные, то мы не пройдем через это игольное ушко. Но если вы действуете, вы мыслите, и у вас есть этот оптимизм внутренний, который появляется только не когда вы защищаете свои роли. Это многие сталкиваются. Знаете, вот вы вырастили ребенка, он у вас уехал, вы были родителем, и вы умерли как родитель. Ну, там некоторые продолжают имитировать, что они родители, после чего их ненавидят еще больше. Но в целом вы же перестали этими существовать. Точно так же с каким-то там образованием, профессией, которая уходит. Вы можете постоянно находиться в смерти, в умирании, в этом будущем, когда будут эти фиктивные роли ваши терять значимость. А можете просто разом решить вопрос. Когда вы понимаете, что ваша жизнь – это не эти роли. И вы ее сами утверждаете, вы ее сами производите. Это другой способ вообще ставить вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова